Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале Cube.ru. Asus Zenfone 5 Lite. Lite значит облегченный вариант флагмана. Чем же он хорош, чем плохо, вы узнаете в этом обзоре. На самом деле, в телефоне есть к нему вопросы, но вывод свой собственный, как всегда, сделайте сам, посмотрев обзор. Приятного просмотра! Первое, что нужно понимать, это телефон имеет 4 камеры. Похоже, это такой тренд, который уже вошел в массу. И две вспышки. Притом, камеры особо отмечу обе широкоугольные. То есть на основные камеры две можно снимать с широким углом. Знаете, это первый делал LG, и реально фишка, похоже, прижилась, но использует ее только на ASUS Zenfone. И я забегая вперед скажу, что фотографии широкоформатные, как с экшн камеры, получаются лучше. Притом, как с основной, так и с фронтальной, потому что фронтальная камера, она также широкоугольная, вторая. Оригиналы вы, конечно, лучше всего посмотрите по ссылке под этим видео, состоит свое собственное мнение. Но мне кажется, что именно широкоугольные фотографии лучше, чем с основной. Кроме того, две вспышки. Одна вспышка на основные камеры, и вторая вспышка на фронтальные. По камерам отмечу, что здесь фронтальная камера лучше, чем основная. Она 20-мегапиксельная, и фотографии действительно получаются классными. Основная 16-мегапикселей. И дополнительный модуль и там, и там широкоугольный по 8-мегапикселей. Видео пишет максимум до 4К. Экран у Lite-версии 6 дюймов, разрешение 260х1080. Это дает более 400 пикселей на дюйм. Разумеется, он формат от 2 к 1, или 18 на 9. Матрица, разумеется, IPS. Экран я отмечу, кроме того, что здесь нет, как таково, 2,5D, потому что, когда пальцами проводишь, сразу упираешься в рамочку верхнюю. Честно говоря, немножечко даже удивился. Обычно все делают закругленные экраны, ну, скажем так, в середнячках и выше. И по экрану есть вопросы. Я не могу сказать, что он плохой, разумеется, но какой-то он немножко белесый, что ли. Вот, честно говорю, странно, странно это наблюдать. Притом, и яркости ему хватает, и контрастности. Но нет настройки цветовой температуры, я бы немножечко попробовал подрегулировать. Здесь ее нет, по крайней мере, на текущей версии прошивки. Поэтому, если по моей внутренней шкале, обычно я экранам даже в бюджетках смело могу дать 9 баллов из 10 и так далее, здесь я где-то 7,5-8 баллов из 10 дам. Есть небольшие вопросы именно к экрану. По процессору. Здесь полный порядок, на мой взгляд, и процессор очень удачный. Qualcomm Snapdragon 630. 8 ядер, так-то частота старших ядер 2 ГГц, видеопроцессор Adreno 508, 4 гигаоперативки, 64 встроенный. Реально я запускал игру World of Tank. Но практически флагманский показатель отмечен на максимальных настройках на Full HD дисплее. Процессор тащит игры без проблем. Тоже PUBG Mobile поиграть можно не на максимальных, конечно, на средних, но, по крайней мере, подвисаний быть не должно. Есть интересная особенность, которая крайне редко встречается. Это полноценная поддержка двух SIM-карт и карт памяти в этом телефоне. Мой вывод по этой модели с индексом Lite. Здесь однозначно хороший процессор. Здесь неплохая фронтальная камера. Здесь неплохие, ну, назвать их отличными обе все-таки не могу, камеры с широким углом, широкоугольной съемкой, если любите, вам все очень понравится. Здесь нормальный экран. Здесь, по большому счету, и придираться не к чему. Единственное, могу сказать, только скользкость некоторая, так как телефон стеклянный с обоих сторон, а по бокам металл, хотя выглядит реально как пластик. И еще отмечу по качеству звучания в наушниках. Здесь, как я понял, на официальном сайте заявлен какой-то аудио-чиф, но не указана его никакая, про него никакая информация. Но звучит абсолютно так же, как звучит любой, например, Xiaomi на Snapdragon. Неплохо, но не более того. Актуальные цены на этот телефон вы можете посмотреть по ссылке под этим видео. Есть разные расцветки, кстати, не только белая. И на этом я не прощаюсь, а говорю до свидания. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. Счастливо! Привет, друзья! Я Андрей. Я тоже расскажу немножко про этот телефон. Вы знаете, когда мы в прошлом году тестировали Zenfone 4, мне этот телефон откровенно понравился. Он был симпатичным, с хорошими камерами, с хорошей производительностью и вполне адекватной ценой на тот момент. Да, в принципе, сейчас остается достаточно неплохой модельку. Презентовали Zenfone 5, и он, да, интересный, мощный и так далее. Будет интересно на него отдельно посмотреть. Но вот вышел Zenfone 5 Lite. И, честно говоря, после его тестирования, после того, как я его подержал в руках, попользовался. И у меня главный вопрос, а зачем вот это вот выпускать, и особенно по такой цене? Да, конечно, на рынке уже существует Redmi 5 Plus, с которым практически все безрамышники уже все сравнивают. Но даже если отойти от демпинга Xiaomi Redmi 5 Plus, а взять, допустим, другие модельки, это будут какие-нибудь модельки от Huawei, это будет ZTE Blade V9, который мы недавно тестировали. Очень приятный аппарат. То вопрос, а что это? Компания Zenfone. Вот почему это выглядит так и стоит столько денег? Собственно, давайте по порядку. Начнем немножко с внешнего вида. Вы знаете, сзади и смартфон полностью глянцевый. Здесь меняются закаленные стекла спереди и сзади. И при этом я не могу сказать, что он красивый. Если взять Zenfone 4, если взять ZTE Blade V9, если взять другие глянцевые аппараты, Honor 9 Lite, которые вот на днях у нас тоже выйдет, и они симпатичные, они глянцевые, симпатичные, и хорошо лежат в руке, и приятные. Про этот телефон я могу сказать. Вот он лежит у меня в руке, и лежит он абсолютно не так, как, наверное, задумывался создателем, потому что не ощущается вот эта вот, не знаю, дороговизна материалов, ничего такого. Более того, он толстый. Он толстый и при всем при этом имеет достаточно маленькую батарейку на 3300 мА. Почему они могли здесь поставить больше батарейку, учитывая его размеры, учитывая, что в том же Redmi 5 стоит 4000 батарейка при таких же габаритах? Это, конечно, отдельный вопрос. И, конечно же, стоит отметить то, что при всей этой толщине здесь все равно выпирающие глазки камеры. Это, конечно, уже просто клиника. И, конечно, вишенкой на торте становится то, что здесь нет USB Type-C. Телефон не относится к классу, там, прямо уж дешевых телефонов, или даже среднего класса. Он находится такой на высшем, на более высоком уровне цены. И при всем при этом здесь microUSB, причем еще и без быстрой зарядки. С автономностью телефона, честно говоря, тоже, ну, так, не слава богу. Ну, средненько. Батарейка 3300 мА, быстрой зарядки нету, при этом большой экран. И хотя и нормальный процессор, тем не менее. Смартфон живет в режиме проигранного видео постоянного часов 6-7. И, в принципе, это отражается полностью и в повседневном использовании. Смартфон потребуется вам заряжать где-то, наверное, уже часов 6-7 вечера. То есть на целый рабочий день при активной нагрузке вам этот телефон, скорее всего, не хватит. Это, конечно, отдельная печалька. Ну и, конечно, как я уже говорил, быстрой зарядки здесь нету. Еще и USB Type-C зажадничали. То есть вообще какая-то дичь на самом деле. Asus, ребята, вы о чем? Я даже не знаю, что сказать. С прошивкой у телефона тоже все забавно. 630 Snapdragon, по идее, поддерживает восьмерку и практически все телефоны сейчас на восьмом андроиде уже работают. В этом телефоне до сих пор установлен 7.1 и, честно говоря, информация по поводу обновиться до восьмерки или нет, большой вопрос. Более того, встроенная прошивка, на четвертом Zenfone мне вполне понравилась. Она достаточно функциональная, много разных фишечек и прошивка работала быстро. Такая симпатичная, легкая. Кому-то понравится, кому-то не понравится, понятно, там, на любителя. Тем не менее, в Zenfone 5 Lite, вот этот вот Android 7, работает почему-то медленнее, чем на таком же процессоре в других производителей. То есть это, я говорю, например, про то же самое Redmi 5 Plus, я говорю про Nokia на, пусть может, чистом Android, тем не менее. Они работают ощутимо быстрее, чем вот этот Isos. Хотя, конечно, стоит отметить, что приятные фишечки в этой прошивке есть. Например, есть уже встроенный режим для дублирования приложений, то есть два WhatsApp, для Viber и так далее, у вас будет сразу работать. Однако, забавно, в прошивке не видеть, это уже стало для всех нормой, даже для стокового Android, нет возможности регулировать сетовую температуру экрана. А если, как помните, Давид про это говорил, экранчик здесь, ну, так тоже вызывает некоторые вопросы, поэтому, к сожалению, этого тоже здесь нету, это тоже печально. Еще отметим из внешнего вида. Датчик отпечатка находится сзади, в принципе, тянуться к нему не приходится, он расположен достаточно удобно, работает, в принципе, нормально. Разъем под наушники стандартный здесь присутствует, слава богу, это есть, за этим не погнались за Apple. И отдельно отметим, что в Zenfone 4 были стерео, стереодинамики. В данном случае прорези по динамике 2, но динамик здесь 1. И, как уже говорил Давид, звук, честно говоря, и через динамик, и через наушники не выделяется ничем. Более того, через динамик он какой-то совсем уж плоский и невзрачный, тиховатый даже. Поэтому здесь, опять же, будет интересно, что будет в Zenfone 5, в старшем брате. Но Lite, честно говоря, так. Ну и в качестве вывода по данному телефону, знаете, телефон получился уж слишком средним, слишком средним во всем. Камера 2, и причем получается, что здесь камера на селфи лучше, чем основная. Автономность средненькая, прошивка не очень внятная, дизайн, автономность, NFC есть. Это да, пожалуй, такой единственный весомый такой плюс над конкурентами, над некоторыми. С другой стороны, смотришь на цену этого аппарата и думаешь, а что? Зачем? Как? Почему? Со временем, конечно, я не знаю, когда вы смотрите этот обзор, но в начале старта продаж этот телефон стоит, честно говоря, дороговато на фоне всех остальных конкурентов, поэтому, конечно, рассчитываю на то, что цена снизится. С другой стороны, уже сейчас на старте продаж и Redmi 5+, и Honor 7 Mix стоит дешевле этого телефона, и при всем при этом они, допустим, по камере, Honor лучше. По производительности, по автономности Xiaomi не хуже, а в чем-то даже лучше. Я говорю про автономность. Поэтому вопросов к этому телефону много, и, честно говоря, я вот этому телефону лайку не поставлю, а поставлю чисто дизлайк. Мне он не понравился ни внешне, ни внутренне, ни вообще, ни почему. Будет интересно смотреть, конечно, на Zenofone 5, скорее всего, он будет намного интереснее, но это уже совсем другая история. Если вам интересно, сколько этот телефон стоит, с его полной характеристики, переходите по ссылкам под видео, там можете найти цвета, может быть, и может быть, даже его приобрести. И, конечно же, подписывайтесь на канал, скоро будет много других интересных видео, мы рассказываем максимально честно. А если есть ошибки, извините, бывает. Всем спасибо, всем пока. С другой стороны, смотришь на цену этого аппарата и думаешь, что, где вы курили, субтитры, субтитры, до